Как отметила вице-губернатор, были и учащиеся, которые отказались от профилактических инъекций. Некоторые по медицинским причинам, но в основном из-за запрета родителей. Лучше всего прививочная кампания проходит в Северском, Кореновском и Красноармейском районах. Там педагоги провели разъяснительную работу. В итоге у муниципалитетов стопроцентные результаты. Однако не везде вакцинация идёт полным ходом. То, что сегодня в школах допущено такое количество отказов, условно из тысячи детей привито 300, 600 отказов и только 20 медотводов, это очень странная позиция. Так не может быть. Значит, вы допустили, что родители у вас все подряд пишут отказы от прививок. Это позиция школы, это позиция директора. Работа в некоторых учебных заведениях проведена очень плохо, при том, что у других от плана подчас вакцинация достигает и 100%. Это значит, что директор отдельной школы может разговаривать и находит общий язык с родителями. Директор другой школы этого сделать по каким-то причинам не может. Чтобы избежать эпидемии гриппа, нам необходимо вакцинировать 80% минимум детей. Также на совещании обсудили строительство соцобъектов. В конце года на Кубани появятся 28 новых кабинетов врачей общей практики. Сейчас уже готовы три. Кроме того, в ближайший месяц должны возвести 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Все эти объекты под личным контролем Анны Меньковой. Говорили и о строительстве школы и детских садов. В этом году в Край открылись семь новых учебных заведений. До конца 2018-го должны сдать еще 11.